Я приветствую всех вас, дорогие мои друзья, любимые подписчики и просто неравнодушные гости моего канала. С вами я, Юриэль, общественный деятель и блогер. И сегодня самая грустная, но и в то же время самая важная дата. 40 дней, как ни стало, нашего любимого, талантливого певца и просто замечательного, добрейшего души человека, Юры Штунова, покорившего сердца миллионов людей своими добрыми, теплыми песнями, полными любви, радости. Но и в то же время, знаете, чуткости. И Юра Шатунов, это был необычный певец. Это был тот, кто по-настоящему любил людей, любил свой народ, любил не только всю страну, но и всю планету. И, конечно же, он был профессиональным певцом. Его голос был настолько искренним, настолько, знаете, как сказать, девственным. Вот слушаешь его, знаете, вот, ну, мальчик просто, вот, не повернется назвать его, там, каким-то мужиком, вот, как некоторые, может быть, скажут. Хотя, вот, ну, 48 лет, да, вот он пел до последнего. Ну, молодой парнишка. И каждое его слово в песне, которое он пел, было пронизано любовью к людям. То есть он пел с душой. И вот именно этим он отличается от многих современных представителей шоу-бизнеса. Не могу их назвать певцами, вот, ну, ребята, вот, ну, извините, да простят меня, там, любители всяких нюш, там, бузовых всяких. Но я считаю, что это не искусство. А вот Юра был по-настоящему народным артистом, который делал очень много добра для людей. И 40 дней — это особая дата, когда человек уходит уже полностью в духовный мир, погружается в него, и дальше его душа развивается. Мы никто не знаем, что там происходит, но примерно это так, что душа прощается с земной жизнью полностью. И живет вот в этом астральном, ну, или как это, астральном мире, царстве небесном, по-другому его еще называют. И в этот день нужно обязательно помянуть певца теплым словом, сделать какое-то доброе имя, доброе дело от его имени. Вот, очень важно помолиться за него, сходить в храм, поставить свечку, заказать сорока уст, там, не знаю, молебен, панихиду лучше всего, конечно, будет. Ну, кому позволяет здоровье, конечно, друзья мои. Вот я, к сожалению, трудновато это будет, но попробую это сделать, как-то съездить. И, конечно же, включить его песню, которую он при жизни очень любил исполнять нам. Это вот «Белые розы», «Детство» и, конечно же, «Тающий снег». Вот под эту песню, вот, она мне очень хорошо запомнилась, потому что я под нее танцевал медленный танец с одной красивой девчонкой в пионерском лагере «Огонек», где я отдыхал еще в 2002 году. И он оставил после себя очень много добрых дел, помимо того, что он дарил тепло своими песнями, он также занимался благотворительностью, помогал сиротам, по сути, таким же ребятам, в такой же ситуации, в которой он сам находился. Конечно же, Юра, он также помогал детям выздороветь от таких страшных недугов, как онкология. Юра, жертвовал огромные суммы на храм, опять же, на благо людей. Вот опять же скажу, что мало кто может этим похвастаться среди современных певцов. Юра был один-единственный такой самородок. И этим самым, кстати, он служит для нас прекрасным примером, и мы должны на него равняться. Да, конечно, кто-то может быть таким же певцом, дарить тепло. Но Юра-то, как я уже сказал, был прекрасен тем, что делал все от души, сделал много добра. То есть от него исходил вот этот альтруизм, этот посыл делать добро, делиться своей энергией. Вот к этому мы должны стремиться, друзья мои. И я от души желаю, конечно же, Царствие Небесное, чтобы он наконец-таки, как сказать, занял самую высокую вот эту нишу в этом Царстве Небесном. Чтобы он там получал удовольствие, чтобы он там, ну, чтобы ему там было хорошо, как можно лучше. Я не знаю, что там люди делают, но я знаю, что им там хорошо. Вот я желаю, чтобы он попал именно в это место. И вот сегодня вот у нас в Благовещенске прошел небольшой, не хочу я сказать, вот флешмоб, не люблю вот эти слова. Скорее назову это мероприятие в честь памяти Юры. Ребята-добровольцы выпустили голубей и запустили 33 белых шарика. И пели песни «Белые розы», потом «Мой любимый тающий снег», «Детство», «Седая ночь». Юра останется в памяти наших людей, как прекрасный человек, добрый семьянин. Вот он очень любил детей, кстати, вот. По сути, вы знаете, он объединил три поколения, чему никому не удавалось сделать за всю историю. Ну, там, историю всех вот артистов, музыки, музыкантов. Смотрите, его любили даже поколения конца 30-х годов. То есть это наши бабушки, дедушки, 40-х годов, вот, кто родился. Его любили все, поколения 60-х, 70-х, это вот моя мама с папой. Ну и что более удивительно, его даже любили те, кто, кого, ну, принято называть, знаете, вот сейчас говорят, поколение Пепси, да, вот, начало нулевых. А может быть, даже с середины нулевых. Даже те ребята, которые родились в 2008 году, то есть тем, кому по 13, по 14 лет слушают его песни. Ребята, это говорит о многом. Вот, Маргенштерны, пожалуйста, вот, учитесь у Юры Шатунова. Вам до него, знаете, вот, далеко-далеко еще, знаете, как раком до Плутона. Вот эти Нюши, Бузовы. Вот, пожалуйста. Кто вот о вас вспомнит, вот, допустим, вот я хочу сказать, вот, Ольга Бузова. Навряд ли кто-то вспомнит, если, конечно, она не сменит пластинку свою. Если она не будет петь настоящие песни, если она не прекратит вот тем, что она сейчас вот занимается. А вот по-настоящему, чтобы вот она могла, допустим, писать свои песни. И духовные, божественные, вот про любовь там, допустим, да, а не про то, что там, извиняюсь, я не буду говорить сейчас на камеру. За кадром скажу обязательно. Вот. А Юра действительно смог объединить три поколения. Как бы угодить всем, если можно так сказать. Вот это настоящее искусство. Это настоящий народный артист. И я, друзья мои, хочу сказать, что я буду добиваться для Юры народного артиста звания, которое он давным-давно заслужил. Вот. Я считаю, что ему нужно дать не только народного артиста, но и орден мужества. То, что он, несмотря на все вот эти трудности, прошедшие еще в детстве, представьте, ребенок бездомный, которого, можно так сказать, что родителей не было практически. Ну, мама рано очень умерла, в 29, юная совсем. Отец не занимался им. Ну, Юра, смотрите, смог стать не только, а как сказать, известным человеком, талантливым. Он всего добился сам. Но даже построил дом, как говорят. Посадил дерево, да. Построил семью прекрасную. Вырастил детей двоих. Замечательно. Просто вот дети, смотришь, вот они ангелы настоящие. Ребята, вот настоящее человечище, на кого мы должны равняться. Это горькая утрата. Ну, конечно же, я буду бороться за честное имя Юры, чтобы никто, как говорится, не опорочил его. И все мы знаем, что темные силы сейчас господствуют и убирают всех неугодных светлых сил. И с Юрой поступили точно так же. Умер он не своей смертью. И я буду добиваться наказания для тех, кто причастен к его гибели. И вот они не уйдут, наказание у меня. Вот. Буду бороться, как говорится, до конца. Друзья мои. Пожелаем Юрочке, Царствия Небесного, упокоения его души, чтобы ему там было замечательно. И, конечно же, мы будем всегда помнить его. Он оставил огромный след в истории, который никогда не испарится. Что же, друзья мои, будем усердно молиться за его душу. Увидимся в следующем видеоролике. До скорой встречи. И берегите себя и своих близких. Будем дальше бороться, бороться и еще раз бороться. Субтитры сделал DimaTorzok